Ну что, добро пожаловать на наш вебинар по Каша Краккерс «Поиграться в энергии». До того, как мы начнём, может быть, я себя немножко представлю. Меня зовут доктор Елена Китлевич, и я, в принципе, медицинский врач. Работала в Америке много лет и, точнее, уехала из России ребёнком. Заканчивала школу здесь, в Чикаго. И когда начались проблемы в жизни, скажем так, в семейной и в работе, я всю жизнь искала какие-то техники. И 22 года тому назад, через две недели, как раз будет ровно 22 года, как я начала заниматься хрониками. И это было совершенно замечательное предприятие, но при этом я не очень верила в это. Ну, я была очень практичная, врач, выросла в России, атеистка в своё время. И когда я первый раз попала на класс, как-то было очень интересно. Во-первых, энергия любви, энергия этого пространства была совершенно замечательной. Поэтому сегодня я хочу просто вас пригласить побывать в этом пространстве. Я не буду открывать хроники всех, но я открою хроники этого класса, для того, чтобы люди ощутили. Я читаю молитву, и вы просто почувствуете на себе, на своём теле, меняется ли ваше состояние. Чисто вот на физическом теле, может быть, на эмоциональном. Молитва состоит из нескольких частей. Вначале будет вслух, а потом будет тишина, настройка и так далее. Лордs of the Akashic Records, Masters, Teachers, and Guides. Please let me be a clear channel for all the wisdom, guidance, and infinite possibilities. Лордs of the Akashic Records, guide me through the records of me and you to create a more conscious path. Masters, teachers, and loved ones, open me to the infinite knowing of the Akashic Records for me and you and allow the infinite light of consciousness to be present. Спасибо. 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 Хроники открыты. Какие-то комментарии, что-то почувствовали, не почувствовали. Сейчас я открою наш чат. чат, или просто откройте свой микрофончик, и можете говорить. Какие-то комментарии? Окей. Хорошо. Мы будем просто тогда поработаем немножко в Акаши Краккарс, а что-то в области груди промелькнуло. Да. На самом деле, что такое хроники? Они не аутсайд, они не снаружи. Это не где-то. Они находятся действительно в сердце. Очень часто мы говорим о том, что ясновидение через третий глаз, или же наше осознание через сердце, так вот, Акаша находится в сердце. Вот это пространство сердца, и есть то пространство осознанности, то пространство, то, что по-английски называется consciousness, которое является абсолютно бесконечными вероятностями, которые мы можем выбирать. пульсация по всему телу расширение, да. То есть это все сенсации, которые присутствуют, когда мы начинаем расширение вот в это поле вероятностей. Хроники — это все, что происходило везде, когда-либо. прошлое, настоящее, будущее, все возможные варианты настоящего, прошлого, будущего времени нет, потому что это все происходит одновременно. поэтому, что происходит, когда мы идем туда, мы видим, что действительно есть на самом деле, без всяких заморочек этой реальности. Таким образом мы можем все менять. Основной инструмент, который во хрониках... Да, хроники, естественно, как большая библиотека... Большая библиотека. Да, что? Хроники как, в принципе, я иногда сравниваю это с библиотекой Конгресса, где миллионы-миллионы книг, и каждая наша жизнь — это своего рода книга, даже больше, чем книга, — это тома и тома, написанные в эфирном пространстве. Большинство, вернее, не большинство, а все это записано на нашем генетическом материале, поэтому из жизни в жизнь мы переносим все эти импринты на тело, включая болезни, включая весь опыт, который мы пережили. Соответственно, с этим мы живем эту жизнь из расчета прошлого. То есть в этом и есть карма. Незаконченные действия, незаконченные обиды, незаконченный бизнес. Нас кого-то убили, кого-то изнасиловали, нас изнасиловали и так далее. Сегодня я бы хотела поработать с прощением. Что такое прощение? На самом деле это уникальное явление. Очень многие технологии говорят о прощении. Но большинство говорят о том, что надо простить. А как? Я не знаю, как вы, девочки, мальчики, но для меня, если меня обидели, в свое время я держала обиду очень долго. Она крутилась, крутилась, потому что в основном это падает на программы, которые были до этого, обиды, которые были до этого, с этим человеком, с другим человеком, неважно, в предыдущей жизни или в этой жизни. Поэтому, когда какая-то обида происходит, это не капелька, которая упала, а эта капелька упала в переполненный стакан. Поэтому, когда эта капелька падает, все выплескивается и начинается реакция. Что мне нравится в хрониках, здесь нет вот этого, как бы я сказала, эго-прощения. То есть прощение через эго. О, я выше этого, я прощу, я вот такая хорошая, или я такой хороший, я буду выше этого. Нет, здесь этого нет. Нет, здесь наоборот, здесь просто позволение прощению очистить нас от всех этих программ, которые нам мешают. И я сейчас скопирую в чете эту молитву на английском и на русском языке. Она очень интересно работает и на том, и на другом. И там же будет транскрипция, потому что мы прочитаем в начале на английском. Вы прочувствуете, как она будет. Мы можем, я бы хотела все вместе прочитать. Она не копируется, все. Окей. Хорошо. Посмотрим, как оно. Окей, сейчас сделаю по частям тогда. Что у нас скопировало в Ломбоке. Окей, сейчас мы сделаем. Транскрипцию отдельно сейчас сделаю. И на русском языке. И на русском языке. Замечательно. Хорошо. Готовы? Добавил субтитры DimaTorzok I allow the forgiveness of the universe to flow through me, to cleanse me from anything that I have experienced, that was done, been, seen, heard to me by anyone or anything, consciously or unconsciously, in any time, space, dimension, or reality. I allow the forgiveness of the universe to flow through me, to cleanse me from anything that I have done, been, seen, and heard to me by me, consciously or unconsciously, in any time, space, dimension, or reality. Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Сейчас мы почитаем по-русски Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Я позволяю прощению Вселенной течь сквозь меня, очищая меня от всего, что я сделала, была, видела, слышала, самой себе, осознанно или неосознанно, в любом времени, пространстве, измерении или реальности. Добавил субтитры DimaTorzok Как мы себя чувствуем? Вот тело расслабилось моментально, уже после английского варианта. Добавил субтитры DimaTorzok 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 что действительно необходимо для вас, если вы хотите. А класс, когда мы будем делать, вы сможете научиться открывать сами свои хроники, смотреть все жизни, все воплощения, все, что происходит. Причем после первого же класса вы сможете открывать уже и чужие хроники, если вы, допустим, хотите работать с этим. И плюс мы будем очень много делать упражнений, чтобы очиститься. Но основной базовый курс — это научиться пользоваться инструментами, такими как прощение, такими как молитвы, очищать сущности, очищать энергию от чужой энергии и работать с точками Грейс. Это точки, как они называются у нас, благословения, по-моему, и прощения. Я бы хотела сейчас поработать с одной из точек, и я покажу картинку. Значит, эта точка находится, она называется «Спусковой крючок эмоций». Находится она между большим пальцем и указательным в ямке, вот здесь. Там такая ямка. Просто прикоснитесь к ней. Не надо нажимать, это не «acry pressure». Просто легонько пальчиком прикоснуться к этой точке. И просто подержите ее пару минут. Да, вибрации по всему телу. Замечательно. И «прайвит ли» я тут получила тоже. Не будем говорить имя. Тело как странно себя ведет, то плавает, то сжимается. Идея того, что тело… Хроники Акаши – энергия. Она очень целительная. То есть если какие-то проблемы в теле, то если вы это запрашиваете, начинается процесс исцеления. Потому что иногда люди просто заходят в хроники, то есть когда работают с хрониками, просто посмотрите, что можно сделать, чтобы избавиться от заболеваний. И очень многие люди действительно смогли изменить свою жизнь, изменить свои отношения и свое здоровье через хроники. Это одна из мощнейших техник, которые существуют на сегодняшний день. потому что абсолютно все возможно. Все зависит от выбора человека. Единственное, что они никогда в жизни не заставят человека меняться, не заставят выздоравливать, не заставят ничего делать. Я на собственном примере знаю, что они не трогали меня, ну так, периодически спрашивали, а может, все-таки получишь сертификат. У меня заняло 14 или 15 лет, чтобы получить сертификат консультанта. Хотя я работала в этом очень долго, потому что надо было заполнить бумаги. И они не торопили, но в определенный момент все-таки подослали человека, чтобы помог, и я выбрала. То есть все равно идет выбор. Ничего без выбора. Они никогда в жизни не будут вмешиваться в свободу выбора. Как сейчас тело себя чувствует? Сейчас мы вместе с прощением будем держать эту точку. Сейчас я начну с русского варианта. Не просто подержите эту точку. Я позволяю прощению Вселенной течь сквозь меня, очищая меня от всего, что я сделала, видела, слышала, кому-либо или чему-либо. Осознанно или неосознанно в любом времени, пространстве, измерений или реальности. Я позволяю прощению Вселенной течь сквозь меня, очищая меня от всего, что я испытала, что было сделано, увидено, услышано мной от кого-либо или чего-либо, осознанно или неосознанно в любом времени, пространстве, измерений или реальности. Я позволяю прощению Вселенной, течь сквозь меня, очищая меня от всего, что я сделала, была, видела, слышала, самой себе осознанно или неосознанно в любом времени, пространстве измерения или реальности. Просто почувствуйте, как тело себя чувствует. И я куда-то засунула первую страничку. И мы поднимемся повыше. Я позволяю прощению Вселенной. Я позволяю прощению Вселенной. Я позволяю прощению Вселенной. Я позволяю прощению Вселенной. Я позволяю Вселенной. Я позволяю прощению Вселенной. Я позволяю прощению Вселенной. В области горла что-то сжимает. Что очень часто обиды не позволяют нам высказаться то, что нам нужно сказать. Или мешают нам, зажимают наше горло, в принципе. А как часто нас вешали или отрубали голову в прошлой жизни. Все это откладывает отпечаток и то, что действительно меняет тело, меняет нашу сущность и меняет вообще все вокруг нас. Это энергия прощения. Кстати, когда мы работаем вместе, когда вот у нас сейчас 28 человек на Zoom, Live и сколько будут еще слушать потом, потому что я знаю, еще люди просили запись. Это все меняет структуру мира. Я бы хотела еще поработать немножко с молитвой прощения Земли. Я ее сейчас скопирую тоже в чате. Я бы хотела, потому что мы очень связаны с Землей. Я не знаю, как вы, но очень часто Земля просит энергии. Потому что она на себя принимает все эмоции, все, что люди делают. Всю ту боль людскую, которая... Которая действительно... Она просто впитывается в Землю, поэтому землетрясение, поэтому все эти катаклизмы сейчас происходят. Потому что очень часто, вот отрубание головы, наше тело просто... Слезы — это то, что называется, когда мы отпускаем что-то, тело узнает, что да, мы признали, что была проблема, а теперь можно ее отпустить, что не надо за нее держаться. И вот с помощью вот этих молитв прощения, молитв, освобождения от сущностей, энергетических пиатронов, мы меняем структуру тела, меняем ДНК. Когда мы входим в хроники, это был эксперимент много лет тому назад. К сожалению, он был очень маленький, всего несколько человек, потому что стоило астрономических денег. В школе, в которой я училась, там делали электроэнцефалограммы до и во время Акаши Крекордс и Ауэропикчерс. Очень интересно, что колоссальная разница до и во время. Вот эта молитва, которая открывает Рекордс, позволяет мгновенно попасть в то, что называется, в глубокую медитацию. Давайте будем держать точку спускового крючка эмоций и сделаем молитву forgiveness для земли, прощения земли. Начнем по-английски. Продолжение следует... А теперь по-русски. Отец, Мать, Бог, Духовное начало, Первоисточник. Мы просим очистить землю от всего, что было сделано, увидено и услышано. Кому-либо или чему-либо на земле во всех временах, пространствах, измерениях или реальностях. Мы просим энергию прощения, течь, проникая через все расщелины земли, чтобы очистить землю от любых форм отчаяния и зла. Как мы себя чувствуем сейчас? Думаю, что немножко поджарила всех. И я думаю, что на сегодня мы закончим. Просто немножко поиграет ощущение, что меня выносят, да. Значит, сейчас я закрою хроники, чтобы почувствовали немножко разницу. Продолжение следует... Как сейчас? Что-то изменилось? На самом деле, мы почистили довольно много, то есть все равно немножко хроники будут приоткрыты. Так что... Я надеюсь, мы увидимся, может быть, в классе. Всего доброго! И я останавливаю рекорды. У нас идёт класс, который будет вот в апреле. Будет в Чикаго одновременно с Красноярском и, по-моему, в Москве будут люди. То есть это будет вживую и одновременно по интернету. Единственное, что этот класс не рекомендуется смотреть в записи. То есть не вот этот, а именно базовый класс или продвинутый класс. Там два класса, потому что мы делаем упражнения, учимся, вопросы. Это пока на сегодняшний день должно быть вживую. Это будет 3-го, 4-го базовый вечером. В России, по-моему, это 4-е, 5-е. И 5-го, 6-го в Чикаго, соответственно, 6-го и 7-го в России. Вся информация на Фейсбуке, Creating Abundance with Ease. И на моей страничке Creating Abundance with Ease, где можно зарегистрироваться на оба класса. Я скинула ссылочку для регистрации на базовый класс. Нужно выбрать 3-й апреля и зарегистрироваться. И вам с оплатой чуть позже там можно выбрать. И тогда вам приходит письмо, что до 1-го апреля вы можете оплатить со скидкой 825 долларов. Будет стоить класс. Оба класса. Оба класса, да. Базовый 400 и продвинутый питкоп, если бы это отдельно. Так что, да, и будет в Санкт-Петербурге, вживую, в июле. Базовый и продвинутый. Базовый и продвинутый. И, кстати, если кто-то берет, повторные классы уже половина цены. Хорошо, спасибо. Всего доброго и надеюсь увидеть вас в будущем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!